Всем привет! В эфире универновости, а в студии Елизавета Газизянова. Ректорат Казанского Федерального Университета принял решение о поддержке детей участников специальной военной операции. Инициатива продиктована государственными приоритетами, поддержана руководством Республики Татарстан. Так, на основании устава Казанского Федерального Университета принято решение о снижении стоимости платных образовательных услуг на 100% в 2024-2025 учебном году детям лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Речь идет о поддержке этой категории граждан, обучающихся в Казанском Федеральном Университете, включая филиалы на очной или очно-заочной формах, получающие высшее образование впервые бакалавриат или специалитет. Поясним, предусмотренная льгота на данный момент не распространяется на обучающихся, принятых в Казанский Федеральный Университет в предстоящем учебном году в порядке перевода из других образовательных организаций. Финансирование будет осуществлено за счет собственных средств Казанского Федерального Университета. Установленные Казанским Университетом меры по снижению стоимости платных образовательных услуг для детей участников специальной военной операции утверждены по согласованию с руководством Республики Татарстан и поддержаны лично Раисом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. Творческая лаборатория про театр Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета выиграла грант в размере 148 тысяч рублей на организацию выездных показов спектакля «Толстой. Без отчества» для школьников Татарстана. Защита проектов конкурса «Росмолодежь. Грант» состоялась в рамках второго всероссийского форума креативных индустрий «Альмет Креатив Дейс» в Альметевске. Представленные лабораторией культурно-просветительский проект «Толстой. Без отчества» — это комплекс выездных показов одноименного спектакля для школьников от 14 до 18 лет, проживающих в городах Татарстана — Арске, Елабуге и Зеленодольске. Биографичный рассказ, повествующий о становлении юного гения, будущего писателя Льва Толстого, позволит зрителю углубиться в отечественную культуру, познать новое и окунуться в атмосферу светской Казани XIX века. Над проектом работает большая команда, состоящая из проектного отдела, кураторов, специалистов, имеющих большой опыт в сфере культуры и социального проектирования, и творческого блока, участников лаборатории «Про театр». Показы в городах Республики Татарстан будут проводиться весной будущего года в тесном взаимодействии с партнерами, учебными и молодежными организациями. Телеканал «Наука» назвал лучшие научные фотографии этого года. На восьмой сезон ежегодного конкурса «Снимай науку» поступило более 1600 фотографий, уникальные кадры, показывающие красоту науки. Работы принимались в восьми номинациях. Люди в науке, микроизображения, нефото, серии, природа, наука вокруг, космос, а также в новой специальной номинации, учрежденной совместно с Казанским федеральным университетом. Загадки недр. Жюри определило победителей конкурса на каждый из них. Наука в объективе победителей конкурса представлена с разных сторон. Среди лучших сюжетов вулканологи, производящие замеры у Авачинского вулкана, меловые породы, напоминающие лист папоротника, необычные скалы в Приморском крае, процесс горения вольфрамовой нити, лампы накаливания в воздухе, крыло пчелы плотника, поперечные срезы растительных побегов, напоминающие лицо или мордочку, магнитные полюса, кольца и хаотические колебания шарика. Победители получат по 10 тысяч рублей, а лучшие работы конкурса станут частью фото-выставки, которая пройдет в городах России и за рубежом. Тем временем продолжается прием работ на видеочасть конкурса. С организаторами конкурса «Снимай науку» выступили Казанский федеральный университет и Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+.». Конкурс традиционно проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Россотрудничества и Национального проекта наука и университета, информационные партнеры конкурса, издательский дом «Аргументы недели», «Научная Россия», «Индикейтор.ру», «Инсайенс.ньюс». В эти дни в Казани льют проливные дожди, местами наблюдаются грозы, а по Татарстану прошлась волна смерчей. В такую погоду одним зонтом не обойтись, поэтому на помощь приходят дождевики. Какое лучше, выяснили у эксперта Казанского федерального университета. Старший преподаватель кафедры дизайна и национальных искусств Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета Альсулу Калимулина считает, что при выборе дождевика прежде всего следует обратить внимание на сам материал, швы, технологию производства и наличие дополнительных защитных функций, таких как водоотталкивающее покрытие. Калимулина также рекомендует учесть вес и размер дождевика. В проливные дожди аксессуар обильно намокает. Передвигаться в таком становится целым испытанием. Для таких случаев подойдут дождевики с функцией водонепроницаемости. 1 августа активные пользователи видеохостинга YouTube заметили, что сервис перестал работать в штатном режиме. Что стало причиной сбоя и восстановится ли любимая многими платформа для просмотра роликов. Смотрите далее. Любимые сериалы, фильмы, развлекательные ролики блогеров и научный контент. Все это активные пользователи видеохостинга YouTube привыкли потреблять ежедневно. Однако 1 августа зрители заметили, что платформа для просмотра видеоконтента перестала работать в привычном режиме. Изначально о проблеме узнали жители Дальнего Востока, после чего самый популярный видеохостинг перестал функционировать по всей России. Пользователи жалуются на то, что видео перестали загружаться как для просмотра, так и для публикации контента. Как отмечается, YouTube перестал работать именно на компьютерах. Мобильная версия еще пригодна для пользования. На самом деле здесь много факторов. К сожалению, на мой взгляд, это чисто мое субъективное мнение, здесь больше политическое, чем техническое ограничение. Хорошо ли это плохо, вопрос спорный. С одной стороны, это хорошо для наших российских аналогов, как бы это ни звучало. Это некий дополнительный стимул и для пользователей переходить на них и больше внимания уделять нашим российским. или, скажем так, политкорректно системам из дружественных стран. А здесь все-таки не очень управляемая история со стороны государства и со стороны нормативного правового поля, когда корпорация, которая принадлежит платформе, не всегда соблюдает наше российское законодательство. Сейчас возможности пользования зависят от протокола, по которому работает приложение видеохостинга. От этого и корректируется уровень возможности применения. Кто-то может только публиковать контент, кто-то смотреть. У некоторых пользователей и вовсе не менялся режим работы сервиса. Есть же категория людей, у которых YouTube перестал функционировать. Однако расстраиваться не стоит. Есть несколько способов для просмотра того или иного видеоматериала. Во-первых, существует аналог – российский видеохостинг «Рутюб», который выполняет те же функции, как и зарубежный YouTube. Также видео и фильмы можно посмотреть на иных площадках, таких как социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. На самом деле вам достаточно начать просматривать, а потом уже будет не лагать, не тормозить и нормально проигрывать. Из рекомендаций можно попробовать использовать сторонние приложения, какие-то дополнительные опции. Коллеги, например, кто-то смотрит через «Дискорд», кто-то смотрит через какие-то дополнительные другие сервисы, то есть вложенные, например, даже просто через «Яндекс». В «Яндексе» ищут видео и прямо внутри «Яндекса» начинают смотреть его. Есть обходные пути, да, они не очень удобные, но пока так. Монетизация уже давно отключена и доля рынка России в портфеле YouTube не такая большая. Да, она будет чуть-чуть заметна, но не сильно скажется. Как отмечает эксперт, вероятность того, что популярный видеохостинг вернется в Россию, исключать не стоит, так как уже многие крупнейшие фирмы возвращаются на территорию Российской Федерации. Стоит лишь немного подождать. Также не стоит отменять тот факт, что блокировка популярной платформы поможет российским видеохостингам улучшить качество публикуемого контента. Адалина Абдрахманова, Данила Васильев, Универ Новости. С наступлением августа погода более-менее нормализовалась. Температура держится приблизительно на 20 градусах. За окном светит солнце и дует легкий ветерок. Но даже такие климатические условия могут быть опасны для кожи и волос человека. Обо всем расскажем в нашем следующем сюжете. Первым делом стоит сказать о влиянии на кожу. Высокие температуры и солнечные лучи могут вызвать ее обезвоживание. Под действием ультрафиолетового излучения происходит разрушение коллагена и эластина. Это в конечном итоге приводит к ухудшению упругости кожи и появлению морщин. Нередко кожа пересушивается и становится тусклой. Могут появляться покраснения, трещинки и раздражения. Кроме того, солнечное облучение способствует возникновению пигментных пятен на коже и ускоряет процесс старения. Поэтому в избежание описанных проблем к коже просто необходимо обеспечить правильный уход, а также питание и увлажнение. Уф-лучи бывают трех типов. А, Б и С. Уф-излучение С не опасно для человека, поскольку через атмосферу Земли, через озоновый слой Земли не проходит. А вот лучи А и Б, они уже опасны. Ультрафиолетовое излучение влияет не только на кожу, но и на волосы. Избыточное воздействие солнечных лучей, особенно в сочетании с морской и хлорированной водой, может вызвать выгорание цвета волос. Некоторые даже используют это как лайфхак. Но здесь важно понимать, что есть вероятность пересушивания. В конечном итоге волосы могут стать хрупкими и ломкими. Лучи могут повредить и внешний слой волос, называемый кутикулой. Это приводит к потере блеска и ухудшению их внешнего вида. Также излучение нередко влияет на пористость волос. Они становятся более восприимчивы к влаге и химическим веществам. Дело в том, что УФ-излучение одно из самых агрессивных воздействий окружающей среды на кожный покровь человека. И связано это с тем, что лучи УФ-излучения могут вызывать различные травматические воздействия на кожу человека. Воздействие УФ-излучения Б вызывает различные воспалительные процессы на коже человека. А вот лучи А отвечают как раз за очень водный термин, который называется фотостарение. Это когда клетками дермы, фибробластами нарушается выработка коллагена и эластина и тем самым ухудшается каркас кожи. И появляются морщинки, заломы различные и теряется эластичность кожи, а также различные пигментные пятна появляются на коже человека. Вот за это как раз ответственно и УФ-излучение А. Несмотря на возможные негативные влияния солнечных лучей на волосы и кожу, если вовремя защищать себя, можно избежать дальнейших проблем. Как для первого, так и для второго существуют солнцезащитные средства для волос, спреи и маски. А для лица так называемые средства солнцезащитного фактора, которые образуют на поверхности кожи защитный барьер, предотвращающий проникновение ультрафиолетовых лучей и защищающий клетки от их разрушительного воздействия. Все это поможет сохранить здоровье и красоту кожи и волос на долгое время. Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости. Единственное, чего хочется больше всего с наступлением хорошей погоды, расстелить плед на природе, устроить пикник или отправиться в лес на шашлыки с друзьями, забыв обо всех проблемах. Но кое о чем стоит помнить всегда. В траве ждет опасность в виде энцефалитных клещей. О том, как обезопасить себя от нежелательных укусов, узнаете в нашем сюжете. То, что может сделать отдых на природе печальным опытом – клещи, которые переносят опасные для человека болезни. Если раньше очагами распространения таких инфекций считались лесные массивы и сельская местность, то сейчас зараженные клещи стали проникать в городские парки и скверы. Стоит отметить, что наиболее опасными заболеваниями являются клещевой боррелиоз и энцефалит. Обе болезни приводят к поражению центральной нервной системы, но боррелиоз или болезнь лайма также поражают суставы, кожу и сердце и развивается не сразу. Только по прошествии двух-трех недель зараженный сталкивается с первыми симптомами – боли в мышцах, лихорадка, судорога, рвота, затуманенность сознания и галлюцинации. Важно понимать, что переносчики имеют острое обоняние и чувствуют запах животного или человека на расстоянии 10 метров. Цепляются за жертву и от 10 до 40 минут ползут по ней, выбирая место для укуса. Если присосался клещ, нужно немедленно обратиться в травмпункт или к хирургу по месту жительства в поликлинику. Понять, переносят ли конкретные насекомые возбудители инфекции, могут только в лаборатории. Единственное условие – оно должно оставаться живым, поэтому его необходимо доставить на исследование в течение двух суток после укуса. Хорошая новость для тех, кто успел испугаться. Против энцефалита есть вакцина, которая прививается в несколько этапов. Лучше всего делать прививки осенью и зимой для формирования иммунитета. Вакцины от боррелиоза нет, поэтому необходимо максимально снизить шансы получить укус клеща. Если вы идете в лес, необходимо одеться соответствующим образом, одеть закрытую одежду с рукавами, с брюками, не в шорты, на голову повязать или платок, или бейсболку, шапочку одеть, закрыть шею. То есть не дать клещу возможность проникнуть на тело человека. На данный момент в университетскую клинику Казанского федерального университета обратилось около пяти человек с укусами клещей, но среди них не выявили зараженных инфекцией. Тем не менее, будьте осторожны и благоразумны. Не забывайте о мерах безопасности и помните, что время в таких вопросах играет ключевую роль. Вероника Туманова, Аделина Абтрахманова, Николай Суховский, Универ Новости.